Скоро в России не будет безопасных зон. По крайней мере, так на правах анонимности заявил некий советник правительства Украины по вопросам обороны изданию Financial Times. Атаки повторяются. У нас нет ограничений по дальности. И вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и у России не будет безопасных зон. Недавние взрывы на аэродромах Энгельс и Дягилева, не говоря уже о приграничных Курской и Белгородской областях, могут свидетельствовать о том, что география военных действий расширяется. Украина может аносить удары по стратегическим целям в глубине России. Соединенные Штаты и союзники с самого начала полномасштабной войны не приветствовали использование западного оружия для ударов по территории России. В то же время на днях министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может развивать свой собственный ударный потенциал. Работают ли США над тем, чтобы помешать Украине развивать свой собственный ударный потенциал на большие расстояния? Короткий ответ – нет. Мы этим абсолютно не занимаемся. Недавние удары в самое сердце российской стратегической авиации по аэродромам Энгельс и Дягилева, вероятно, могли быть нанесены модифицированными дронами Камикадзе, совместной разработкой частного бизнеса и Укроборонпрома, по информации источника издания Financial Times. То есть Украина действительно самостоятельно развивает свой ударный потенциал. То, что мы сейчас начинаем работать по тылам россиян, это есть определенная заслуга нашего Укроборонпрома, который работал, по крайней мере, как минимум полгода последних над этой проблемой. Ну и мы видим его работу. Сейчас прогремели взрывы на аэродромах Дягилева и Энгельс, а это, извините меня, за 200-300 километров восточнее от Москвы. Украины мощные силы специальных операций и бригады специального назначения, россияне о них знают. Они могут при желании осуществить подобные баловны не только на европейской части России, но и в глубоком тылу Российской Федерации. Если Украина будет успешно продолжать удары по стратегическим целям в российском тылу, это, по мнению военных экспертов, может привести к уничтожению логистических цепочек. В лучшем случае в радиусе тысячи километров. А с такого расстояния Россия будет не просто снабжать фронт. Получается, Украина может демилитаризировать значительную часть российской территории. Основным и наиболее надежным способом обеспечить безопасность своего воздушного пространства, своей земли от возможного нападения противника считается уничтожение средств нападения на носителях, на пунктах базирования, базах хранения. То есть удары в тыл России – это логичные и предсказуемые действия. В Кремле, вероятно, понимают всю опасность. Так Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России. Исходя из этого положения, у них ничего не остается другого, как закрывать полностью авиационные определенные моменты, включая и порты в том числе. То есть для того, чтобы обеспечить безопасность, лучше, конечно, и не летать. Это, в принципе, правильное решение. До Урала, как минимум, россияне сейчас должны закрыть все аэродромы. Очевидно, у России кризис с системой противовоздушной обороны. Для обеспечения безопасности необходимо перекрыть территорию протяженностью минимум тысячи километров. Для этого, по сути, необходима тысяча зенитно-ракетных комплексов. Не говоря уже о защите основных логистических узлов внутри страны и базах дальней стратегической авиации. Россия на самом деле не защищена. Она заточена на нападение, а не на оборону. Нет у России противовоздушной обороны. У России есть средства воздушного террора, средства воздушного нападения. Они сейчас будут вынуждены либо перегрузить основные части за Урал такого уровня, либо снять систему ПВО уже с фронта, что очень шревато для россиян, как наша авиация на сход по фронту работает. Поэтому они здесь упали в безвыходное положение. Россияне просто будут принимать определенные меры безопасности. Одни из них просто уходят, как минимум, за тысячу километров. У них нет другого просто выхода. На данный момент неизвестно, каким именно образом украинским силам обороны удается бить по военным целям в глубине российской территории. Генштаб традиционно работает в режиме тишины. Но, по словам военных экспертов, разработки продолжаются, и Кремль может получить более неожиданные сюрпризы. Чтобы до Урала нам демилитаризировать Российскую Федерацию, нам нужны ракеты типа «Тамагатов» 2-1000 километров, чтобы мы могли доставать, допустим, до Ура вагонзавода, разнести его на молекулы, и все, что до Урала военного, то есть все военные объекты должны быть уничтожены и будут уничтожены, как только у нас появится определенного типа оружия. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также телеграм-канал «Дежурный по Донбассу». До встречи!